Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня в 09.30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Ходжалинском направлении. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены. Продолжается возвращение вынужденных переселенцев, восстанавливаемых из руин город Физули. Еще 73 физулинца вернулись к родным отчекам. Подробности в следующем видеоматериале. Спустя 30 лет закончилась горькая разлука. Я безгранично счастлива. Меня поймут те, кто сам это пережил. Мы втроем, отец, мать и я, покинули отчий дом. А возвращаюсь я уже с двумя будущими защитниками Родины, двумя солдатами. Радуюсь, мои дети будут учиться и служить на этой благословенной земле. Да упокоит Аллах душу наших шахидов, наделит крепким здоровьем наших газей. Закончилась 30-летняя тоска по родным отчекам. Я возвращаюсь домой, очень волнуюсь. Пусть Аллах не спошлет мне долгих лет жизни на родной земле. Закончилась многолетняя тоска по земле предков, 30-летняя тоска по родным отчекам. Позади остались эти горькие дни в разлуке. Очередной караван с физулинцами 25 семей, в целом 73 человека, возвращаются в родной город. Наши геройские погибшие шахиды, наши мужественные газей вернули нам этот благословенный день. Наш президент положил конец 30-летней тоски по родным отчекам. Пусть Аллах дарует ему крепкое здоровье. Мы покидали Физули всей семьей, две дочери и сын. Дочери вышли замуж и живут в Баку. Домой в Физули я возвращаюсь с сыном. В Физули их ждет безопасно и со всеми удобствами жизни, благоустраиваемо, расцветающем городе. Жители окружены всесторонней заботой государства. Для них создана вся необходимая инфраструктура и работа в этом направлении продолжается. Невозможно выразить словами свои чувства, ведь возвращаемся спустя десятилетия к родному очагу. Никому не желаю стать вынужденным переселенцем. Домой возвращаемся всей семьей, женой и дочерями. И вот они доехали до родных мест родного Физули. Тоска, по которому длилась 30 лет. Невтула Мемедли, Заур Тадашев, Ксения Анисимова. Новости ОСТВ. Сегодня 105-я годовщина нашей славной победы. Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации. В ночь с 14 на 15 сентября 1918 года 36-часовое сражение завершилось первой крупной победой нашей национальной армии. Азербайджанские и турецкие солдаты, освободив столицу от оккупации, вписали в историю азербайджанского государства славную дату. По этому случаю посол Турции в Азербайджане Чахид Бахчи и сотрудники депмиссии посетили мемориал турецким воинным освободителям, павшим в 1918 году. Развучали государственные гимны Турции и Азербайджана. В своем выступлении посол отметил, что как в Чанахкале в 1915 году, Турция и в 1918 году сражалась плечом к плечу в Баку и других регионах Азербайджана. Дипломат сказал, что для Турции в начале века это братство было источником вдохновения, подчеркнув, что это героическая летопись и сегодня освещает наш путь. На протяжении всей истории Южного Кавказа, являющегося перекрестком восточной и западной цивилизации, Азербайджан находился в центре внимания всего мира, в том числе в качестве главного геоэкономического узла Евразийского континента. После победы в 44-дневной войне и освобождения оккупированных территорий появилась широкая возможность использовать географический потенциал Южного Кавказа за счет разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Однако камнем преткновения в этом вопросе остается подписание мирного договора, который уже на протяжении трех лет затягивается в связи с крайне непоследовательной политикой официального Еревана, уклоняющегося от ответственности и выдающего один за другим противоречивые заявления. Тему продолжим в комментарии Кемали Азизгазе. Обычный летний период, любые переговоры, они как бы на время каникул, отпусков Астана. Но тем не менее процесс работы над мирным договором продолжался. Армяне дали свои комментарии к последнему тексту, который из Азербайджана был отправлен, вернули нам. Но мы со своими комментариями, не задерживая, отправили армяна. Теперь они работают над текстом этим. Хотя Армения громогласно декларировала о признании территориальной целостности Азербайджана, очередные провокационные заявления Пашиняна свидетельствуют об обратном. Однако, несмотря на все сложности на пути подписания мирного договора, работы в этом направлении продолжаются. И международные институты, задействованные в подготовке мирного соглашения, как всегда предлагают свои площадки для переговоров. С учетом того, что предполагается встреча министров иностранных дел во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в октябре месяце вроде бы должна стать встреча первых лиц во время саммита европейского политического сообщества в Гранаде в Испании, то я думаю, что это позитивный момент, что работа МИДов над текстом мирного договора, несмотря на все сложности в отношениях, продолжается. Колеблющейся из стороны в сторону и молящей поддержку то у России, то у Запада и своими неблагоразумными заявлениями и действиями премьер-министр Армении не понимает, что выход из данной тупиковой ситуации, в которой оказалась его страна, зависит только от заключения мира с Азербайджаном. Кемаля Сисказы, Новости АСТВ. В Стамбуле состоялось заседание на тему организации тюркских государств «Пять государств, одна диаспора». В рамках мероприятия с участием азербайджанской делегации ожидалось подписание протокола между Всемирным советом тюркских бизнесменов и организацией тюркских государств, а также возможности создания единой диаспоры тюркских стран. О том, какие же решения приняты и до чего договорились участники заседания, расскажет наш собственный корреспондент в Турции Ялчин Тайроулу, который выходит напрямую в связи со студией. Добрый вечер, Ялчин, мы вас слушаем. Добрый вечер, Сабина. Я приветствую вас и уважаемые зрители из Стамбула. Здесь сегодня состоялось подписание исторического документа, который будет способствовать дальнейшему усилению влияния тюркской диаспоры во всем мире. Но обо всем по порядку. В Стамбуле сегодня проходит 10-й конгресс тюркских бизнесменов мира, в работе которой участвуют около 4000 бизнесменов тюркского происхождения из 131 страны. В том числе здесь представлены и азербайджанские бизнесмены, а также представители турецких деловых кругов, работающие в Азербайджане. Выступил на заседании на конгрессе президент Турции Раджаб Таип Ардоган. В рамках этого конгресса было сегодня проведено также собрание представителей диаспоры тюркских государств. Это было по инициативе организации тюркских государств. В рамках этих двух форумов были обсуждены вопросы объединения усилий тюркских диаспор во всем мире, а также привлечения к диаспорской деятельности бизнесменов, представителей деловых кругов. И вот по итогам этих двух форумов только что, буквально час назад, был подписан документ, протокол о сотрудничестве между организацией тюркских государств и Советом тюркских предпринимателей мира. И благодаря этому документу бизнесмены тюркского происхождения во всем мире становятся частью тюркской диаспоры, а также пять стран, участники, члены организации тюркских стран, тюркских государств, они объединяют свои диаспоры во всем мире. Это по истинному исторический шаг, который будет способствовать дальнейшему усилению тюркской диаспоры, в том числе, которая будет представлять интерес Азербайджана, лоббировать интересы Азербайджана во всем мире. Это пока вся информация, которую я могу передать из Стамбула. Слово вам, Забина. Спасибо. Напомним, что на связи со студией был наш собственный корреспондент Ялчин Тайрулу из Стамбула. К другим новостям дня. 15 сентября в Азербайджане отмечают День знаний. Эта знаменательная дата учреждена по указу президента Ильхам Алиева от 21 августа 2004 года. Сегодня в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях страны прозвенел первый звонок. В текущем учебном году в средних школах будет обучаться 1 млн 612 294 учащихся. К новому учебному году фондом Гейдара Алиева в Баку и регионах страны были капитально отремонтированы, отреставрированы или заново построены 22 учебных заведения. Были введены в эксплуатацию 19 школ и 3 дошкольных образовательных учреждения. В мае 2021 года, когда президент Ильхам Алиев и первая леди Михрибан Алиева знакомились с восстановительными работами, проводимыми фондом Гейдара Алиева в Албанской церкви Святой Девы Марии, расположенной в габалинском селе Нидж, председатель Албана-Удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили обратился к главе государства с просьбой о ремонте насчитывающей 150 лет поселковой школы. Глава государства отметил, что даст указание, будет подписано распоряжение для восстановления и этой школы, и проделана вся остальная необходимая работа. Здесь люди, относящиеся к разным культурам, религиям, языкам, сосуществуют рядом в мире, и это в габалинском селе Нидж. Наглядным образцом толерантности азербайджанского народа и есть восстановление школ и церквей, несколько азербайджанских русскоязычных школ. И в них преподается и уйдинский язык. А это значит, что государство заботится о том, чтобы малочисленные народы сохраняли свой язык, традиции и культуру. Следует отметить, что в течение учебного года планируется ввода в эксплуатацию еще десяти школ, построенных и отремонтированных фондом Гейдара Алиева. Итак, сегодня во всех учебных заведениях нашей страны прозвенел первый звонок. Самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог – это первоклашки. Улыбки и слезы, радости в глазах новоиспеченных школьников и их родителей. Все это в репортаже моей коллеги Фидан Гусейновой. День знаний. Обычная подготовка к этому дню начинается накануне. С большим энтузиазмом собирается школьная сумка, упаковываются цветные карандаши, ручки и тетрадки. По сравнению с другими днями, 14 сентября школьники стараются раньше лечь спать и просыпаются со смешанными чувствами. Это и волнение в предвкушении чего-то неизвестного, и счастье. Ведь они теперь будут гордо носить звание школьника. Суетятся и дома отчатся, просыпаются рано утром, провожают сегодняшних героев в школу. Но особо переживают, конечно же, родители. Традиционно в День знаний в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Особо торжественно встречают в школах первоклассников. Буду очень, когда я хочу учить. Я боюсь, да? Чего боишься? Я не смогу. Что ты не сможешь? Ты все сможешь. Да, я переживаю. Я тоже переживаю. Почему переживаешь? Не знаю. Обещаешь пятерочки получать? Да, я люблю учиться. Оставляем куклу дома. Ухожу учиться в школу. Некогда. Теперь играть. Книжки буду я читать. Первый звонок. Наверное, в виде этих кадров каждый из нас вспоминает свои школьные годы. Сегодняшние родители с гордостью и с надеждой в глазах смотрят на своих детей. Им предстоит долгий путь в огромный мир знаний. Очень важно. Я переживаю. Очень счастье. Какие вы чувствуете, что эти ребенка в первый класс привели? Конечно же, гордость, радость. Счастье, что второй ребенок идет в первый класс. Кто-то из детей радуется, а кто-то еще не может понять, что происходит. И со слезами на глазах смотрят на провожающих их родителей. Но особо переживающих детишек с большой любовью и заботой успокаивали их учителя. Что можно пожелать в учебный год? Конечно, в первую очередь здоровья. Чтобы все наши дети были счастливы. Чтобы они добились как можно больших успехов и достижений. Чтобы они радовали нас. И, конечно, были достойными гражданами своей республики. Несмотря на то, что это не первый мой первый класс, очень волнуюсь. Как будто я заново иду в школу. Ночь не спала. И радостно. Детки, они всегда хорошо. Это всегда прекрасно, когда дети. Но сегодня переживаниями заполнены сердца не только первоклассник и их родителей, но и тех, для кого этот год последний в школе. Это одиннадцатиклассники. Следующим летом им предстоит вступить в совсем новую взрослую жизнь. Чувствую себя нехорошо, так как уже пора переступить в взрослую жизнь. Готовлюсь я в АДА. И надеюсь, у меня все получится. Я рада и немного расстроилась, что школа заканчивается. Хочу я здесь поступать, в университет французский. На будущее есть большие планы. Это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. В сердцах маленьких детей – большие мечты. Мы будем получать все время пятерки с Мурадом, моим братом. Другом, лучшим другом. Учительница у нас самая хорошая. Самая лучшая. Да, самая лучшая. Самая красивая. Да, все, это все без проблем. Учительница у нас супер. Сегодня счастливый и волнительный день для учеников, учителей и родителей. Особенно для первоклассников, так как они делают свои первые фрубкие шажки, новый и изведанный для них мир. Мы желаем им успехов в учебе и учиться только на отлично. В День знаний в Бакинском метрополитене состоялась развлекательная программа для учащихся начальных классов. Наш корреспондент Рауф Мамедов побывал на это мероприятие, увидев радость и улыбки на лицах детей. Нам подарили разноцветные шарики, а еще мы играли в разные игры. Здесь дети весело проводят время. Им особенно понравилась программа и шарики. Нам здесь показали фокусы. Мы очень рады. Я увидела, как человека поднимают на воздухе. В развлекательной программе, которая проводится в мистюбюре метростанции Чаричаэр, детям представлены музыкальные выступления, а также номера, где волшебники демонстрируют фокусы. Дети и сами стали частью развлекательной программы и смогли как следует веселиться в Бакинском метрополитене. Мероприятие, ставшее традиционным для бакинского метрополитена, в этом году было снова проведено впервые после пандемии. Бакинский метрополитен встречает своих пассажиров масштабным культурным мероприятием с широкой шоу-программой. По традиции сюда были приглашены известные цирковые мастера и фокусники. Цель проекта – поздравить учеников начальных классов, которые являются постоянными пассажирами столичной подземки, а также пожелать им успехов в новом учебном году. Рауф Мамедов, Новрусский Азымов, Новости АС-ТВ. Впрочем, школьникам необходимо не только хорошо учиться, но и креплять свое здоровье и заниматься спортом. Долгие годы в стране не было соответствующих условий для занятий двумя очень популярными во всем мире видами спорта, требующими наличия специального сооружения. Теперь решена и эта проблема. Недавно открывшаяся ледовая арена в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Олива позволит заниматься фигурным катанием и хоккеем. Буднями арены поинтересовалась моя коллега Нерюфер Асланзаде. Мечта спортсменов и любителей заниматься фигурным катанием и хоккеем в Баку наконец-то сбылась. Летом открылась по-настоящему большая профессиональная ледовая арена. О популярности спортивного сооружения говорят и цифры. По словам директора арены Натика Ибрагимова, на сегодняшний день уже поступило более 500 обращений от желающих записать своих детей на фигурное катание и хоккей. Оптимальный возраст для начала занятий на ледовой арене с 4 до 6 лет. Я думаю, что приходить для маленьких детей просто так, с родителями, не записываться на кружок какой-то, а приходить просто проводить время, чтобы ребенок сам просился на лед. Когда вот этот этап наступит, я думаю, что ребенок уже может записаться на кружок. А помогает развивать фигурное катание в Азербайджане российский фигурист, выступавший в танцах на льду Виталий Новиков, специально приглашенный для организации тренировок в местах любителей льда. Он также говорит, что задача тренера сделать так, чтобы ребенок полюбил этот вид спорта. Мы будем стараться, чтобы дети в Азербайджане становились на фигурном катании, имея чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. У нас цели грандиозные. Сейчас сложно говорить про какие-то задачи, но главное, чтобы детям понравилось этот вид спорта. А в дальнейшем, если это ребенку понравилось, тогда, конечно, можно говорить про какие-то цели. Фигурист Владимир Литвинцев вот уже пятый год выступает за Азербайджан. В Баку он находится уже в третий раз и решил задержаться. Признается, что для лучшего результата необходимо не менее пяти часов тренировок. Оттачивая навыки катания на коньках, можно не только получить заряд бодрости, но и пользу для всего организма в целом. Это занятие имеет множество плюсов и положительно влияет как на физическое, так и эмоциональное здоровье человека. Во время движения все ткани организма обогащаются кислородом, тело становится подтянутым. Задействуются не только мышцы ног, но и рук и корпуса, что способствует увеличению плотности костей. Регулярное посещение катка заметно увеличивает выносливость сердца. Катание помогает снять психологическое напряжение, тонизирует нервную систему, уменьшает уровень стресса, избавляет от депрессии, повышает умственную работоспособность. Всего этого можно добиться и освоив технику бега на коньках или же занимаясь хоккеем. Истинное мастерство в хоккее достигается только путем взаимосвязи технического и тактического совершенства, высокого уровня развития физических качеств и игрового интеллекта. Главный тренер по хоккее Александр Блинов говорит, что регулярные занятия требуют интенсивных тренировок. Хоккей, как и любой другой вид спорта, требует особого внимания. Это новый вызов для меня, как для тренера. То есть зародить здесь хоккей, развивать его. Мы делаем все для того, чтобы привить любовь. В первую очередь нужно набрать детишек, то есть группы. Также у нас очень много желающих взрослых позаниматься, поиграть в свое удовольствие в свободное время. Я считаю, что хоккей развивает характер у любого мальчика. И плюс здоровье ребенок все время на льду. И очень хорошо, что в Азербайджане появился хоккей, потому что без этого здесь было тяжело нам. Тренироваться – это хорошо, я люблю. Хоккей заниматься – это круто. Я буду заниматься дальше, дальше, и дальше, пока не стану лучшим. Папа в детстве привел, понравилось. Понравилось? Да. Тебе нравится? Да, очень. Здесь также будут проводиться экскурсии для знакомства детей с ледовой ареной. Нилуфя Раслан Заде, Ахали Далиев, Новости АС-ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Айфер Азербайджанского телевизия продолжит программа «Харьер Бетендер». Всего доброго и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok